РАБОЧЕЕ ВСТРЕЧИ В графике визита Азата Шемсуарова и Михаила Ставского, участие в заседаниях Совета директоров компании «Башнефть-Полюс» и собрании участников компании «Восток-Нао». В субботу они станут почетными гостями соревнований по кроссу на снегоходах на Кубок Героя России Артура Челенгарова. Во время проведения состязаний также будут подписаны протоколы к соглашениям о сотрудничестве между недропользователями и администрацией НАО. А сегодня они встретились с главой региона Игорем Кошиным. На встрече с губернатором топ-менеджера компаний, являющихся учредителями двух совместных предприятий «Башнефть-Полюс» и «Восток-Нао», подтвердили реализацию всех намеченных проектов на территории округа, вне зависимости от финансовой ситуации на рынке. Стороны также обсудили производственные планы и подход к социально-экономической поддержке региона. Все те планы, которые мы сформировали совместно с нашими коллегами «Башнефть-Полюс», практически вне зависимости от финансовой ситуации, от тех цен на углеводороге, мы реализуем как в честь развития «Башнефть-Полюса», так и, собственно говоря, нашего драйвера роста. Мы очень надеемся на успех по наступлению. Нефтяники ждут результатов поискового бурения двух скважин совместного предприятия «Восток-Нао». Запуск бурения первой скважины состоялся в начале марта, второй запланирован на апрель. Те успехи, которые мы сегодня имеем по двум совместным предприятиям, это, конечно, плод совместной работы. Михаил Ставский отметил, что намеченных планов удается добиться благодаря совместной работе не только нефтяников, но и руководства Ненинского округа. В свою очередь глава региона выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе и по трудоустройству местных кадров в нефтяные компании. На сегодняшний день мы сталкиваемся с определенными сложностями, и мы обратились к вашим, ну, то есть непосредственно дочерним компаниям, я просто хочу еще раз поговорить, есть определенное напряжение на рынке труда, поэтому сейчас мы активно заняты перегистрацией, в том числе и подрядной организацией, перегистрацией по обособленным подразделениям на территории округа, и регистрацией останетесь заняты. Поэтому, используя случай, еще раз хотел бы на это обратить самое интересное внимание. Топ-менеджеры поддержали данное направление работы администрации и высказали готовность содействовать занятости местных кадров на работе в тундре. Стать спонсорами гонок на снегоходах пожелали 16 компаний-недропользователей среди крупнейших «Востокнау», «Лукоилком» и «Башнефть». Гонки на снегоходах пройдут в Наринмаре уже завтра, 26 марта. Они станут юбилейными, 20-ми по счету. Традиционным местом проведения соревнований стала Качгартинская курья. Оргкомитет уже завершил прием заявок на участие в соревнованиях. Они соберут 57 гонщиков из Наринмара и отдаленных поселений региона, в их числе 5 женщин. Об истории этого яркого, зрелищного и в то же время опасного спорта расскажет Дмитрий Марков. Ненецкий округ еще в 70-е годы стал первым полигоном в Советском Союзе для испытаний снегоход «Буран». При численности населения в 48 тысяч человек за это время в округе было продано более 14 тысяч «Буранов». Интерес к снегоходной технике очевиден. Впервые соревнования гонщиков на «Буранах» включили в программу праздника «Северное сияние». Но участников было немного. Трасса короткая, а самое главное – финансовое обеспечение соревнований, не позволяло сделать их интересными и зрелищными. Так что точка отсчета традиционных окружных гонок на «Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года. Первые гонки у нас проходили вокруг города Наринмара. Потом они проводились на Качгартинской курье, только в районе у нас моста. Приезжали команды из Уфы, из Рыбинска. Команда была русской механики рыбинских моторов, они тогда назывались рыбинские моторы. За время проведения соревнований места проведения годок менялись неоднократно. Опираясь на опыт, лучшим местом выбрана Качгартинская курья. Вместе с местом проведения осовершенствовали и программу. Так, в 2000 году в программе появился заезд ветеранов. В 2003 году были включены заезды на одногученичной технике отечественного производства. Гонки на снегоходах. Спорт довольно травмоопасный. Поэтому обязательным условием участия в соревнованиях для спортсменов является наличие страховки, свидетельство на управлении снегоходов и медицинская справка. Не исключение и нынешний год. Обратилось точнее в спортмедицину у нас 54 человека. Один участник не был допущен, то есть получили допуск 53. Вот не знаю, это было у нас на вчерашний день. Ну и к нам обратились по группам, сразу скажу. Это в классе снегоходов «Буран» мужчины с 18 до 55 лет, это 33 человека. Основная группа, я понимаю. Ветераны у нас 8 человек, это радует, что их становится больше, потому что по прошлому году было 6 зарегистрировано участников. Женщин пока 4 участницы. Это в общем, да, тоже заезде? Ну вот как среди женщин. Среди женщин, да-да-да. И класс снегоходов свободный у нас 7 человек. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в 4 категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины, ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. В 10.00 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Буран». В 11.05 открытие соревнований по строению участников и приветствия. В 11.30 на трассу выйдут женщины «Буран». В 11.50 стартуют отборочные заезды среди мужчин в классе «Свободный». В 12.10 состоится заезд среди ветеранов. С 12.30 до 14.30 пройдут финальные заезды среди мужчин в классе «Буран» и «Свободный». В 15.00 награждение участников соревнований. В этом году для удобства и безопасности гостей мероприятия в районе, где будет размещена торговая площадка, установят большой светодиодный экран. На нем будут транслировать старт и финиш заездов. Светодиодный экран повысит уровень безопасности, при этом сохранив все краски и дух заездов для гостей праздника. Кроме того, для гостей праздника подготовлены детские игровые площадки. Будет организовано катание на лошадях и оленьих упряжках. Открыт каток и организованы выступления творческих коллективов. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио «Наринмар-ФМ». Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». А сегодня стартовал Кубок губернатора Нинецкого округа по хоккею. На поле Ледового дворца «Труд» стало жарко. В течение двух дней спортсмены будут выявлять сильнейших в этом зрелищном и захватывающем виде спорта. Команды-участники игр накануне прибыли в столицу Нинецкого округа. Провели тренировки. Кроме того, команда «Башнефт-Полюс» провела мастер-класс по хоккею для воспитанников Ледового дворца «Труд». С приветственным словом к участникам турнира обратился губернатор Нинецкого автономного округа Игорь Кошин. Дорогие друзья, дорогие гости наших уже ставших традиционных соревнований. Хоккей очень сильная, мужская, сложная игра. И для победы мне необходима воля, желание стремиться и устремление. Но самое важное – хоккей игра командная. И точно так же мы с нашими лидропользователями вместе в единой команде работаем на состоянии нашей горячо любимой Родины. Преследуем вторую цель – это повышение состояния наших жителей Нинецкого автономного округа. Я желаю нашим зрителям получить неимоверное удовольствие. Хоккеистам показать свое профессиональное мастерство и, безусловно, всем успехам. Сейчас на лед выйдут команды «Башнефть Полюс» и «Лукоил Коми». По итогам турнира прошлого года нефтяники «Башнефть Полюс» одержали победу. Команда «Лукоил Коми» заняла второе место – третье – «РН Северная нефть». Сборная НАО оказалась на четвертом месте. Эти две команды встретятся сегодня во второй игре. Генеральный спонсор кубка – «Башнефть Полюс». Компания взяла на себя расходы по приобретению призов и работе судей. Главным призом для команды-победителей станет кубок губернатора НАО. Награды получат лучшие игроки команд – «Вратарь», «Нападающий», «Защитник» и «Бомбардир». Кроме того, подарит гостям и жителям округа показательные выступления фигуристов. Среди них – чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, а также парники Елена Йович и Нодари Майсурадзе. Трансляцию финальных игр, показательные выступления фигуристов и церемонию награждения победителей смотрите на телеканале «Север» 27 марта. Начало прямого эфира в 11.00. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Проблема алкоголизации населения. Этой теме будут посвящены депутатские слушания, которые организуют парламентарии региона. Минздрав планирует в ближайшее время подготовить и внести в правительство постановление об усилении контроля за спиртосодержащими лекарствами и парфюмерией. Причиной повышенного внимания государственных органов к этой проблеме стали отравление и алкоголизация населения. Постановление будет предусматривать введение запрета спиртосодержащих лекарственных настоек объемом свыше 25 мл. Спирт, который применяется для медицинских целей, фактически не отличается от пищевого, поэтому в правительстве предлагают поставить его под учет по аналогии с алкоголем. Росалкорегулирование и Минпромторг также готовят законопроект, который предусматривает создание системы госучета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных средств. Система позволит поставить под учет государства производство, оборот и перевозку спиртосодержащих лекарств, этанола и медизделий, которые до сих пор регулировались только законом об обороте лекарств, но не законом об обороте этилового спирта. Проблеме алкоголизации населения будут посвящены депутатские слушания, которые организуют парламентарии региона. Поводом для проведения депутатским корпусом слушаний стало обращение управления Министерства внутренних дел России по НАУ. В нем говорится о сложной ситуации в округе, связанной с алкоголизацией населения в регионе. По данным национального рейтинга трезвости, составленного по показателям 2015 года, наш округ входит в десятку субъектов России с самым высоким уровнем потребления спиртных напитков. Как отмечают правоохранители, наблюдается увеличение роста правонарушений в НАУ, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее о подготовке к слушанию мы поговорим с депутатом окружного собрания Александром Лутабиновым. Здравствуйте, Александр Ильич. Депутатами окружного собрания проблема алкоголизации населения на контроле была и ранее. Каковы результаты проведенной работы? Скажу прямо. Результаты работы я здесь оцениваю как неутешительные. Недавно была буквально на прошлой неделе межведомственная комиссия по данной проблематике. И мы сошлись во мнениях, что мы от общности все-таки на месте. Проблема остается для нас весьма сложной. Вот вы упомянули критерии, оценки, по которым наш регион был, к сожалению, поставлен на предпоследнее место в числе других регионов по алкоголизации населения. Наверное, будет слушателям и нашим телезрителям интересно, из чего складывается этот рейтинг. Я просто буквально кратко хочу здесь зафиксировать. Значит, рейтинг состоит из шести показателей. Первый показатель — это число больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Далее, это объем продажи водки, это сила антиалкогольного законодательства, это объем продажи пива и смертность от алкогольного отравления, а также преступления, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Вот эти шесть критериев, по которым квалифицировались все регионы нашей страны, и, к сожалению, мы здесь на последних позициях. Вот те направления, фактически, по которым нам предстояло и предстоит работать. У нас есть большой массив статистики, и, к сожалению, мы должны признать, что количество и качество работы, оно остается очень и очень проблематичным. Я бы мог здесь привести цифры, но я полагаю так, что мы сейчас как раз будем отвечать на конкретные вопросы. Давайте перейдем к следующему вопросу. В рамках подготовки к общественным слушаниям депутаты посетили психиатрическое отделение Нинецкой окружной больницы. Что обсуждалось на встрече с медицинскими работниками? Здесь две проблемы. Во-первых, количество, которых людей забирает либо с усилительных мероприятий, либо просто с улиц, и потом их представляет в психиатрическое отделение. И это организация работы приемного покоя. Потому что наряду с теми жителями, которые попали в силу тех или иных обстоятельств, они вынуждены, значит, так сказать, вместе с этими пьяницами также быть освидетельствами на предмет той или иной травмы. Поэтому, конечно, здесь есть проблемы. Я хотел бы привести некоторые цифры. Вот у нас по территории 813 человек зарегистрировано в качестве тех людей, которые больны алкоголизмом. Для нас эта цифра весьма существенная. Из них 253 женщины. И в том числе два подростка. Вот наши цифры. Я хочу сказать о том, что очень здесь показательные цифры, которые приводит скорая помощь. К нам обратились по прошлому году 669 человек с травмами, которые были, опять же, получены в результате алкогольного опьянения. А всего вызов скорой помощи в ночное, как правило, вечернее время, вот то, что связано с пьяными людьми, 1700 вызовов по прошлому году. Вот сами посудите, это большие цифры или нет. То есть это серьезная дополнительная нагрузка на скорую помощь. 600, да, получается? 1700 вызовов. Из них 600? А вот 669 человек обратились уже непосредственно с травмами. Ну, практически больше, чем треть, скажем так. Это серьезная цифра. И самое главное, ведь есть люди, которые действительно болеют, и поэтому, как правило, скорая помощь, когда занимаются подобного рода больными, и в состоянии алкогольного опьянения, это больше времени уходит на их транспортировку, на их, значит, представление, диагностику и так далее. Поэтому здесь очень большие проблемы. И мы их пока фиксируем, но, к сожалению, вот эти цифры, они остаются достаточно стабильными. Спасибо большое за ответ. Кроме того, я знаю, что законодатели, вы лично, Александр Ильич, совместно с сотрудниками ГАИ приняли участие в специальном мероприятии. Нетрезвый водитель. Каковы результаты этого мероприятия? Да, я хочу здесь поблагодарить своих коллег-депутатов, которые приняли активное непосредственное участие в данной работе, о которой вы говорили. Мы встречали, буквально на прошлой неделе, в пятницу, проходило такое родо мероприятие «Пьяный водитель». Я хочу сразу нашим телезрителям сказать, что она проводится в соответствии с приказом начальника УВД, поэтому здесь дополнительных распоряжений никаких не требуется, это для понимания. И, как правило, из этого мероприятия никаких секретов не делается. Все оповещаются накануне, что будет подобного рода рейд, в котором принимают участие, равно как депутаты, так и принимают участие заинтересованные лица, в том числе не только ГИБДД, но и в том числе другие подразделения УВД. Вот в чем разница. Еще раз говорю, эта работа, она не засекречена. Она предупреждается посредством массовой информации. И тем не менее, все равно находятся те люди, которые, к сожалению, употребляют спиртные напитки. Вот когда мы были в рейде, это было в районе 19 часов, вот попала на карандаш супружеская пара, скажем, которые, к счастью, не были выпившие, они были в абсолютно нормальном состоянии, ехали просто после бани. Ну, вот супруга передала управление автомобилем, хотя у самой были права своему мужу, у которого прав не было. В результате страф в размере 30 тысяч, и, значит, задержан ее супруг. Ну, и там ехали дети. Ну, скажите, вот, казалось бы, сейчас работа достаточно принципиально построена, и мы посмотрели реакцию жителей наших. Они одобряют подобного рода рейды, подобного рода мероприятия. Почему? Потому что это может коснуться каждого человека. Не только того, кто употребляет спиртные напитки, но те, которые страдают от тех горе-водителей, которые в состоянии алкогольного направления совершают дорожно-транспортные нарушения. Так вот, я хочу привести следующие цифры. За 2013-2015 год всего было 27 случаев ДТП у нас, соответственно, на дорогах. Один человек погиб. Из них и в том числе 40 ранено было. Много это или мало? Я считаю, что много. Потому что у нас, к сожалению, сюда, в эту статистику, не входят, в том числе и снегоходные маршруты, где мы знаем, что, к сожалению, мы каждый год имеем травмы, имеем тех людей, которые травмируются и даже гибнут. Поэтому эта проблема для нас стоит в полный рост. Здесь можно ее расширить, сказать, а гимс. Это когда вот будет... Сейчас, кстати, наступает самое опасное время, когда мы ждем вскрытия печоры, а у нас люди продолжают есть на машинах. И в том числе, когда уже забереги появляются и так далее, и так далее. Ну, а когда у нас будет летний период, летний весенний, летний осенний, то вы сами понимаете, 4-6 человек в год у нас гибнут, в том числе на печоре матушки. Опять причина какая? Как правило, алкоголь. Алкогольная пьянья. Да. Большое спасибо вам за ответ. Мы знаем, что 31 марта состоятся общественные слушания. Что лично вы ожидаете от них? Я ожидаю следующего, чтобы мы активно вместе подумали над тем, как нам решать эту проблему. Ведь понимаете, просто вот этой передачей и другими разговорами, межрежиссионными комиссиями эту проблему однозначно не решить. Если мы все вместе заинтересованно, именно заинтересованно не будем влиять на эту проблему, то есть всем миром, милиция одна ничего не сделает. Если все вместе мы возьмемся за нее, тогда мы вытащим эту проблему. Мы, конечно, можем регламентировать продажу распорядных напитков, мы можем ужесточать законодательство, мы можем запрещать работу общепита, где торгуют спиртными напитками и так далее, и так далее. Вот 264-я статья есть, все, что касается ее, то есть общественной работы. У нас, кстати, был один случай, даже уже по ГИБДД мы имеем случай, когда человека непосредственно отправили в места лишения свободы. Понимаете? То есть законодательство достаточно жесткое. И вот весь этот комплекс мер все-таки к желаемому не приводит. Вот я вчера был в Уксен, к примеру. Я скажу, что достаточно благополучное село, но тем не менее и там есть подобного рода проблемы. И там торгуют из-под полы, и там завозят некачественный алкоголь. И есть подозрение, что там вот недавно скончался человек. Возможно, и причиной стало употребление в том числе контрафактной продукции. Я сказал, возможно. Поэтому эта проблема очень серьезная. Это и по виске мы знаем, эта проблема, к сожалению, имела место быть. Поэтому если полиции не будут помогать жители, не будут заявлять об этих фактах, то мы ничего не добьемся. Ведь в чем парадокс? Если мы будем запрещать легальную продажу, сроки легальной продажи, то как вы думаете, вот срок, который появляется у нелегалов, он увеличивается по времени? Увеличивается. И их востребованность тоже увеличивается. И это как замкнутый круг, как колесо. Поэтому вот из этого колеса нам надо всем миром выскакивать, понимаете? Другого просто не дано. И вы поэтому правильно сказали, что с одной стороны есть профилактическая работа и целый комплекс мер, и все мы хорошо это понимаем. Это и спорт, это замечательно организованный досуг, это обязательно, конечно, культурные мероприятия, это уроки трезвости, в которых мы принимали участие. То есть все мы это хорошо понимаем. Но, тем не менее, эта категория лиц, которая злоупотребляет, она у нас не уменьшается. Вот у нас по статистике, по стране 15,7 литра на человека приходится, а вот в Нейском автономном округе эта цифра более 35 литров. Большое спасибо, Александр Ильич. Всего доброго. К этому участвуют все новости. Далее информация от синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok